В теле функций мы, конечно же, можем вызывать другие функции. В примерах мы постоянно используем функцию print. Однако ничего не мешает нам использовать саму функцию в теле этой функции. Если у нас есть, например, функция x, и внутри тела функции x мы используем функцию x, мы называем функцию рекурсивной, потому что она использует сама себя. Рекурсивные функции писать несложно, и некоторые классы задач удобнее всего решать именно рекурсивными функциями. Мы рассмотрим написание рекурсивных функций на примере последовательности чисел Fibonacci. Формально число Fibonacci описывается следующим образом. Первый и нулевой элементы это единички, а каждый следующий элемент равен сумме двух предыдущих. То есть двойка как сумма единички-еднички, затем идет тройка как сумма единички-двойки, затем идет пятерка как сумма двойки-тройки, затем идет восьмерка как сумма тройки-пятерки и так далее. Последовательность является бесконечной. Тогда давайте запишем формулу, которая бы позволяла нам по номеру элемента последовательности вычислить сам элемент последовательности. Наша формула принимает один аргумент, это номер последовательности. Допустим, для тройки это была бы тройка. Собственно, наша формула равна единице, если k равно 0 или k равно единице. И наша последовательность равна сумме двух предыдущих элементов последовательности в любом другом случае. Чтобы реализовать эту функцию в языке Python, давайте там, где функция принимала значение, поставим return, а условие, если k равно 0 или 1, формализуем в условный оператор языка Python. Таким образом, наша функция будет выглядеть следующим образом. Если x равен 0 или 1, мы вернем значение 1, а если он не равен, то есть в любом другом случае, мы вернем значение нашей функции от значений x-1 и x-2. Если для вас остается загадкой, почему это работает, давайте рассмотрим на примере вызова fib от 3. В какой-то момент исполнения, так как x, то есть аргумент, который мы передали, не будет равен ни 0, ни единице, мы будем возвращать значение fib от 2 плюс fib от 1. Интерпретатор спросит себя, ну что же такое fib от 2, он для этого вызовет функцию fib с аргументом 2. Также поймет, что аргумент не является ни 0, ни единичкой, и захочет вернуть значение fib от 1 плюс fib от 0. Он также попытается узнать, какие же, собственно, аргументы в оператор сложения мы передали. Он поймет, что нужно вызвать функцию fib от 1, убедиться в том, что это 1, и вернет значение единички. Затем он вызовет также функцию fib от 0, убедиться в том, что аргумент, который мы передали, это 0, и тоже вернет единичку. То есть функция fib от 2 возвращает нам значение единички плюс единички, то есть двоечки. Вот именно в то место, где мы уже вызвали fib от 2, поставится значение двоечки. Затем он узнает, что же такое fib от единички, то есть вызовет функцию, проверит, что первый аргумент, который мы передали, это единицы, и значение, которое нужно вернуть, это тоже единичка. Поставит сюда единичку. И тогда в то место, где мы вызвали функцию fib от 3, он поставит значение суммы 2 и 1, то есть это 3. Это же вот сюда, откуда-то мы его вызвали, он поставит нам значение троечки.